Тяжело в учении, легко в бою. В Черкесске прошли соревнования за звание «Лучшее звено» газодымно-защитной службы Карачева-Черкесии. Через какие испытания пришлось пройти сотрудникам пожарной охраны, расскажет Майя Хамдохова. Соревнования на территории второй пожарной части Черкеска по работе газодымно-защитной службы проходили в два этапа. Теоретическая часть и отработка практики по пройденным материалам. Первый этап – смотр конкурса на «Лучшее звено» газодымно-защитной службы. Сейчас идет теоретическая часть решения задачи и решения теории. Потом будет практическая часть, то есть полоса препятствий со всеми возможными этапами теплодымокамеры, башни спасательные. Соревнования за звание «Лучшее звено» газодымно-защитной службы Карачева-Черкесии проводятся ежегодно. За звание «Лучших» боролись девять команд. Подниматься на третий этаж спасательной башни, эвакуировать пострадавшего и оказать ему необходимую помощь в полной экипировке весом до 20 килограмм – испытание не из легких, но оно помогает вырабатывать выносливость и стойкость. Было трудно, были некоторые сложности, особенно в домокамере. Погодные условия, как аномальная жара и боевая теплая одежда пожарного не стали помехой для проявления ловкости и скорости. Оказание первой необходимой помощи для пострадавшего является неотъемлемой частью командной работы. Порой в попытках спасти жизнь другому МЧСники забывают о своей. Плач детей, когда вот эти звуки, бывает очень страшно. Ну не страшно так, все равно мысли приходят в голову. Научить команду подниматься на спасательную башню не так сложно. Сложнее не терять ту самую секунду, которая может стать последней, уверены организаторы. В целях популяризации профессии выявляются лучшие. По итогам данного конкурса команда примет участие в региональных соревнованиях, которые будут представлять нашу республику. В случае победы на региональных соревнованиях, дальше команда будет представлять уже Северо-Кавказский федеральный округ на российских соревнованиях. По итогам соревнований победителями стали сотрудники второй пожарно-спасательной части Черкеска. Второе место у команды первой пожарно-спасательной части республиканской столицы. Третьими стали огнеборцы Прикубанского района.